Никаких красных лент и фанфар в честь открытия. Вместо этого шум и пыль от циркулярной пилы. На Вольской финальные мелочи. Работа действительно идут быстро, но цель масштабного проекта не просто отремонтировать, а еще и построить с нуля тротуары там, где их раньше не было. После укладки асфальта во многих местах обустроят газоны, высадят деревья. И эти планы учитывают далекую перспективу. Сразу мне кажется даже внешний вид просто, что действительно центр города красиво выглядит, очень аккуратно. Я прям очень довольна и порадовалась. Изменились еще не до конца, но уже неузнаваемые тротуары восстанавливают во всех районах. Это, например, заводской. Асфальт здесь пришлось перекладывать. И этого не скрывают. Должны соблюдаться не только сроки, но и качество, чтобы не возвращаться к этой проблеме долгие годы. Хорошо, ты тут здесь можешь пройти еще и с детьми, и на каблуках. В первую очередь восстанавливают покрытие у школ, детских садов и поликлиник. Интерактивная карта доступна на сайте тротуарсаратов.ру. Общей сложности 150 участков предстанут в отремонтированном виде. И это только первый этап благотворительного проекта спикера Госдумы Вячеслава Володина. Формирована программа. Ее обсуждение должно быть публичным, причем публичным с жителями всех районов. У нас есть реальная возможность в течение трех лет проблему эту решить и сделать Саратов красивым, благоустроенным городом. Пол месяца ушло на ремонт. Жители Солнечного вспоминают, как в одно майское утро под окнами заработал трактор. Перетерпели и говорят, не жалеют, что несколько недель пришлось ходить в обход. Нет грязи такой, нет толдобин, которые были. Дети на самокатах, влюбленные пары, мамы с колясками. Спокойно гуляют там, где еще недавно люди лавировали между ямами. Сейчас вообще класс. Очень нам нравится. Прям можно даже на роликах тут кататься. Качество асфальтобетонного пирога высокое, заявляют строители. Не страшны ни перепады температур, ни время. Бригада рабочих выходит к экватору большой реконструкции. Пешеходам уже не придется ходить по разбитым дорожкам. Адже.